все отлично друзья добрый вечер мы с вами начинаем 4 занятие анализ данных просто и доступно как обычно мы начнем с повторения предыдущего занятия первая вещь которую мы изучали на прошлом уроке это проблемы с данными или так называемые больные данные эти данные представлены в виде таблицы на очень частый формат это студент отвечали на вопросы тут есть данные 19 студентов они отвечали на разные вопросы сколько им лет какой у них пол сколько часов неделю они занимаются спортом и так далее и мы с вами в общем то вы сами обнаружили в этих данных много же множество проблем например минус 2 кота такого не может быть человек который занимается спортом количество часов больше чем количество человек неделю такое тоже не может быть пропущенные данные вместо числа стоит буква n студент нашего курса который всего в школе отучился два года тоже очень странно так как виде данных могут присутствовать множество проблем и обычно когда получаете данные для работы в реальной жизни в них будет присутствовать множество проблем те данные которые вы получаете в домашней работе они как правило очищены и в них нет проблем но в жизни проблема присутствует аналитик данных вы в том числе должны будете уметь решать проблемы с данными и нам помогут следующие модули оранжа которые мы еще не изучали вот только сейчас слайды отправились они долго отправлялись нам помогут модули для препроцессинга предварительной обработки данных препроцесс для текста и препроцесс для обычных данных как они работают мы с вами изучим но не сегодня перед у нас еще и долгий путь соответственно аналитик данных должен уметь распознавать проблемы в данных и решать их если проблемы не решить это может привести к худшему результату или вообще к невозможности получить результата типы данных данные бывают большого количества типов но у нас в orange нас в курсе будут устраивать следующие типы категориальные типы данных например это когда параметр принимает значение с какого-то набора мужчина женщина человек легко болен средний сильно умер это категориальные данные или числовые данные положительные числа отрицательные целые не относится к нумере также есть данные типа дата иногда мы будем работать с датами со временем как вы видите когда вы открываете данные с помощью модуля файл в оранжи он вам показывает предварительно каждый данный какого типа если что-то тут не соответствует типу данных который должен быть вы можете нажать и изменить тип данных но делать это надо осторожно потому что как правило orange правильно определять тип данных но если вы сомневаетесь вы можете изменить тип данных нажав на его название поменять следующая тема которую мы с вами рассмотрели в прошлом уроке это графики рисунки графики графическое представление данных очень очень важно запомните это как совет всегда всегда если вы работаете с данными рисуйте данные где стройте разные графики диаграммы рассеивания гистограммы всегда смотрите на данные с помощью графика почему смотрите когда данные представлены виде таблицы очень сложно видишь таблицы закономерность очень просто сложно видеть в таблице какую-то проблему как только мы начинаем смотреть на графики мы понемна начинаю понимать лучше наши данные и графики могут нам также помочь определять обнаружить проблемы в данном поэтому всегда рисуйте графики сегодня этот совет актуальный 50 лет назад это было сложно надо было брать миллиметровую бумагу и чертить что-то там сегодня компьютер раз построили за одну секунду график какие виды визуальных изображений мы с вами рассмотрели во-первых гистограмма для числовых данных мы можем строить гистограмму такие вот полоски которые показывают нам сколько данных у нас есть которые лежат в данном диапазоне видите по си x диапазон посевай сколько раз встречается данный из этого диапазона например 10 гистограмма распределения студентов по весу из наших данных которые мы видели несколько слайдов назад мы сразу видим что у нас есть один подозрительный объект студент с весом очень-очень отличающимся другого от других студентов и это сразу зажигает красную лампочку в голове или студент просто с большим весом или кто-то ошибся может быть вместо веса в килограммах у нас был студент который ввел вес фунтов его случае надо обратить на это внимание гистограммы очень удобные мы строим на оры с помощью модуля distributions распределение для данных которые категориальные модуль distribution строит нам так называемые столбиковые диаграммы для каждой категории сколько раз она встречается с помощью столбиковые диаграммы можно определить какое распределить какой параметр встречается больше всего какой параметр встречается реже всего например тут вы видите что женщины встречаются в этом исследовании было больше женщин чем мужчин после этого мы с вами на прошлом занятии поговорили о статистических параметрах распределения а da tarter которые помогают нам лучше понять наше распределение например среднее арифметическое считается как суну всех наблюдений деленное на м среднее арифметическое определено только для численных параметров и позволяет нам понять чему равняется средна для нашего распределении мы видели что среднем арифметической кроме достоинств также недостатки среднее арифметическое подвержена влиянию очень больших, очень редких, очень больших данных. Иногда лучше использовать медиану. Медиана – это середина наших данных, когда после того, как мы их упорядочили. Вот наши данные по возрастам. Мы их упорядочим. То, что находится в середине, это и есть медиана. Медиана – это второй способ описать среднее. У медианы также есть достоинства и недостатки. Вы про них поговорили на предыдущем уроке. Мода. Для категориальных данных можно определить такое понятие, как мода. Это тот параметр, который встречается, та категория, которая встречается максимально в количестве раз. Для данного распределения, для этих данных, женщин больше, поэтому мода равняется женщин. Для наших данных. Orange указывает для категориальных данных, представляет нам мода автоматический. Тут, в столбце «Центр». Потом мы поговорили с вами о мерах разброса. Существует несколько статистик, которые помогают нам оценить разброс, рассеивание нашей перемены. Первый метод называется range, разброс или диапазон, и он равняется максимальному значению параметра минус минимальному значению параметра. Orange не дает нам range, но вы можете его сразу же посчитать автоматически, потому что orange дает нам максимальное значение и минимальное. Разброс – это максимум, минус, минимум. Обратите внимание, разброс или диапазон определены только для числовых параметров. Дисперсия. Также метод – это мера разброса параметра относительно среднего арифметического, квадратичные меры. Эта мера всегда не отрицательная, считается по такой формуле. Нам это не суть важно, для нас дисперсию считает orange. Кроме дисперсии, часто используется корень из дисперсии, так называемое среднепатратическое отклонение. Это также мера разброса вокруг среднего значения, она также всегда не отрицательна. Потом мы с вами поговорили о очень важном понятии, таком как корреляции, о корреляции Пирсона и корреляции Спирмана. Корреляция помогает оценить нам, как две атрибута, две величины связаны или взаимосвязаны между собой. Корреляция Пирсона меряет степень линейной взаимозависимости между двумя переменами. Обычно она обозначается буквой R большое или R маленькое. Она принимает значения от минус одного до одного. Минус один – это строгая обратная линейная зависимость. Один – это строгая прямая линейная зависимость. Все остальное находится между ними. Кроме корреляции Пирсона также используется корреляция Спирмана достаточно часто. Это уже мера не линейной, а монотонной взаимозависимости перемен. Корреляция Спирмана принимает значения от нуля до единицы. Тут написано примерное правило, что считается сильной, что считается слабой корреляцией Спирмана. Обратите внимание, это не теорема, как принято оценивать, но это не всегда так. Не значит, что если вы получили корреляцию 0,65, что это она сильная. Зависит от задачи, которую мы решаем. Корреляция Спирмана менее подвержена влиянию выбросов, чем корреляция Спирсона. Она может также поймать монотонную нелинейную зависимость и, как мы уже сказали, принимает значения от нуля до единицы. Очень важное замечание, друзья, мы говорили про него на предыдущем уроке. Корреляция не означает причины. В общем случае, мы не можем судить о причине следственной связи, о причине следствия по корреляции. Если корреляция даже равняется единице, это не значит, что существует причина следственной связи. Это очень грубая ошибка. Часто не ошибаются, часто ошибку такую допускают журналисты. Пожалуйста, не допускайте такую ошибку. Да, спасибо, Денис, за комментарий. Я потом вернусь к вашему комментарию. Дальше. Когда решали задачу о глобальном потеплении, мы столкнулись с проблемой. Наша модель была далека от совершенства, в ней были проблемы. В чем же была причина? Причина была в таком явлении, которое называется мультиколлинеарность или просто коллинеарность. Мультиколлинеарity на английском. Эта проблема возникает, когда наши зависимые переменные, те переменные, с помощью которых мы строим предсказания, как-то между собой взаимозависимы. Это может быть пара взаимозависимых переменных, может быть, тройка взаимозависимых переменных, может быть, четыре, пять и более. Оказывается, что некоторые модели, и в том числе линейная регрессия, которую мы использовали, для них мультиколлинеарность это зло. Это очень-очень плохо. Они могут плохо работать, когда имеется мультиколлинеарность. И поэтому желательно как-то избавиться от мультиколлинеарности. Соответственно, возникает вопрос, как, прежде чем избавляться от мультиколлинеарности, ее надо обнаружить. Как обнаружить мультиколлинеарность? Во-первых, непросто. Существуют различные методы ее обнаружить, а есть методы от нее избавиться не пытаясь ее обнаружить. Но один из самых простых методов, которые мы можем использовать в Orange, это просто посмотреть парные корреляции между зависимыми переменами. И если они большие, то, скорее всего, у нас будет мультиколлинеарность. Таким способом мы не сможем поймать все случаи мультиколлинеарности. Но что же поделать, Orange не дает нам других способов. Но для начального этапа это уже достаточно. Теперь возникает вопрос, это, по-моему, последний слайд в конце повторения. Вот мы будем изучать с вами различные модели. Пока что мы изучали токолинейную регрессию. Мы будем изучать нейронные сети, метод KNN, деревья, случайные леса и так далее. Как знать, какой метод от чего страдает? Есть вот такая неплохая табличка из книжки Applied Predictive Modeling, которая резюмирует, какой метод от чего страдает. Мультиколлинеарность в этой таблице обозначается вот этим словом Core. Как вы видите, от мультиколлинеарности страдает линейная регрессия и надо ей помочь в этом. Также от нее страдает логистическая регрессия и нейронные сети. Очень удобная табличка, можете и пользоваться. Только обратите внимание, эта табличка не истинна в последней инстанции. Это общепринятые правила, но они приняты не всеми. Некоторые из вещей, которые написаны тут, вызывают сомнение у других экспертов. Но, опять же, для нас эта табличка достаточно хороша. Можно и пользоваться. На русском языке, наверное, книжки этой нет, но табличку не обязательно переводить. Табличка, она табличка, Денис. Но да, я не видел эту книжку на русском языке. Но она уже достаточно старая, ей уже лет 7, этой книжки. Я не уверен, что ее буду переводить. Все, друзья, мы заканчиваем повторение. Есть ли вопросы по повторению? Если нет, можете сделать реакшн вот так. Если есть, можете задать вопрос в чате или голосом. И мы продолжим. Отлично. Хорошо. Давайте начнем наш сегодняшний урок. Спасибо.